всем привет тыквенный суп готовлю осенью и зимой ну примерно раз в месяц ну и иногда видоизменяю чтоб не приедался часто использую курицу метро как и в этот раз но я часто делаю вот так я вечером предыдущего дня или днем разделываю курицу и варю бульон а сам суп делаю на завтра ну что это дает во первых бульон остывает и слой жира образуется наверху его легко удалить но тем не менее я шкуру снимаю курицы и варю ее кусочками довольно крупными раньше варил целиком потом снимал шкуру ну можно и так и так сделать после того как разрежу на кусочки и попутно снимаю жир в некоторых местах он такой явный и наглый после того как разрежу на кусочки я промою курицу потому что на фабрике ее могут мыть каком-то слабом хлористом растворе ну не знаю я лучше сам мы мыть снимаю крылья вернее отрезаю и снимаю с них кожу ну с крупных частей с окончаний крылышек не снимаю грудку срезаю буду ее варить несколько по-другому а именно курица будет вариться всего полчаса примерно а минут за 10 до окончания этого срока я положу грудку ей вполне хватит 10 минут и в этом случае она останется сочной в общем я вымыл эти кусочки курицы грудку отложил ну примерно два с половиной литра бульона мне понадобится тыквы много около двух килограммов и всего будет супа килограмма четыре ставлю курицу вариться как закипит я сниму выделившуюся пену добавлю половинку моркови вот так вот нарезанную добавлю луковицу ну и пару лаврушек соль а сухой перец щели добавлять не буду потому что в процессе готовки я добавлю другой чили другой разновидность но без разницы можно и сюда добавить как хотите ну вот бульон ночь провел на балконе было прохладно и жир который сверху достаточно легко удалить снять и луковицу и морковь которая уже нам не понадобится кусочки курицы перекладываю в другую кастрюльку они не будут супе болтаться курица готова подаете суп и рядом кусочек курицы или два кусочка тыквы уже очищена режу ее или рублю кусочками среднего размера примерно 30 минут понадобится этим кусочком чтобы приготовиться и стать мягкими заливаю бульоном ставлю на огонь закипает варю под крышкой на слабом нагреве при слабом кипении ну минут 30 лук будет двух вариантах одну луковицу режу довольно мелко она будет жарится с лисичками у меня сегодня лисички но могут быть и шампиньоны кстати вторую луковицу режу более крупно это будет зажарка лук чеснок и обычный имбирь я добавляю такая зажарка получается на сегодня имбирь в зажарку добавлять не буду но имбирь использовать обязательно буду но сейчас увидите чеснок ну режу так размером с горошину ну зубчиков 5 на 4 литра 6 стебли кинзы сочные попались очень я добавлю прямо в коза перед измельчением а лисички я их промыл тщательно порубил ну не крупно вот имбирь который раньше участвовал в зажарке а сегодня я его натираю на новой такой ложке терки и он истекает соком нет смысла его зажаривать прямо в казан добавлю количество ну где-то с мизинец размером растительное масло обжариваю делаю зажарку обжариваю лук добавлю кориандр около чайной ложки и зиру ну примерно столько но может чуть меньше лук стал прозрачным вот именно в этот момент я добавлял обычно нарезаны тонкими брусочками имбирь но сегодня не буду он просто сок добавил чили но в зависимости от остроты добавляйте больше или кориандр зира тыква варится немножко масла и чеснок ну буквально через минуту можно все дело смешать ароматная зажарка готова нагрев выгрузить тыква тоже готова можно дело измельчать с помощью шайтан машины или как обычно называют нога погружной блендер он же чоппер добавил имбирь добавил стебли кориандра или кинзы ну и поехали ну что еще надо посолить бывает тыква очень сладкая бывает в этом случае немножко лимонного сока сока можно добавить пробую кстати солю густота нормальная можно и гуще сделать можно и более жидким суп сделать на ваше усмотрение все осталось это дело закипятить довести до кипения кипятить не нужно и все будет готово лисички влажные даже мокрые я их на сухой сковороде осушаю как вода испарилась добавляю масло и через пять минут они будут готовы еще мелко нарезанный лук ему тоже надо ну максимум восемь минут наверное средний нагрев посолил и через восемь минут зажарка готова насчет этой зажарки могу сказать так ее можно подать отдельно как я сделаю сегодня а можно прямо в казан и тоже измельчить и вкус грибов и вкус тыквы соединятся и будет очень не дурно кстати и еще раз если лисичек нет это уже там октябрь ноябрь вполне можно использовать шампиньоны все готово осталось подать и посмотреть конечные заставки это вы посмотрите это их сам устанавливаю ну вот разнообразил такого варианта я не делаю так и нашу в таком варианте можно сметану добавить но и зелени маленько не помешает вкусно рекомендую всем приятного аппетита пока